Это огонь памяти. Его зажгли в начале февраля на площади Героев города Новороссийска. Анапе его передают участники движения «Пост номер один» из Крымского района. Между молодежными патриотическими организациями двух муниципалитетов сложились товарищеские отношения. Эстафета памяти – одна из объединяющих акций. Встречаемся мы регулярно, потому что проходят у нас подобного рода мероприятия. Приезжаем либо мы сюда в город-курорт Анапу, либо к нам в Крымский район приезжают ваши ребята, когда участвуют у нас в мероприятиях на Сопке Героев, либо на других мемориалах. Я заметил, что проводится очень обширная работа, потому что молодежь подготовленная, знает, как себя вести на данных мероприятиях, ведут себя культурно, достойно. Приходит очень много ветеранов, как я сегодня заметил. Акция проходит уже второй раз. Здесь огонь памяти побывает в одном из храмов, а затем будет временно храниться в Центре патриотического воспитания молодежи «Радмир». Во-первых, преемственность поколений. Нам нужно сохранить память. Самое главное – сохранить свою историю. Если мы будем знать и помнить свою историю, то у нас будет хорошее будущее. Мы будем помнить и сохраним культуру просто-напросто. По словам председателя городского совета ветеранов Анатолия Гапонова, в Анапе свято чтут память о тех, кто погиб, освобождая город и страну от немецко-фашистских захватчиков и принять эстафету памяти – честь для города воинской славы. Наша молодежь должна знать, что Европа рукопрескала именно советскому солдату-освободителю, который всю основную тяжесть Великой Отечественной войны вынес на своих плечах. Церемония в сквере боевой славы завершилась минутой молчания и возложением цветов. Уже в понедельник, 21 мая, анапчане передадут огонь участникам движения пост номер один Абинского района. Завершится акция в Краснодаре 22 июня в День памяти и скорби шествием в рамках уже всероссийской акции «Свеча памяти». Александр Ребека, Роман Веркалеев, Анапа. Регион.